В Омском велотреке прошли всероссийские соревнования по бадминтону в серии Йонакс Гран-при на призы мастера спорта международного класса Андрея Антропова. 130 юных спортсменов из 11 регионов соперничали в пяти возрастных категориях. Блестящий результат показал лидер омской команды Марк Вальдер, выступавший в возрастной категории 18-19 лет. Спортсмен выиграл золото сразу в трех видах программы. Сначала Марк взял верх в одиночном разряде, затем отличился в мужской паре и продолжил победную серию в миксте в паре с амичкой Вероникой Борисовой. Стало намного лучше, стал более агрессивно играть, бороться за инициативу, стало против меня сложнее играть. Я высокий, рослый, у меня более сильные удары. На задней линии у меня стала лучше играть, стал более активно, агрессивно играть. Также на сетке получилось обманывать своих соперников, чтобы им было сложнее против меня играть. Повысили уровень мастерства еще несколько омских бадминтонистов. Илья Шнайдер выиграл упорный поединок у принципиального соперника из Новосибирска и завоевал бронзу в категории 12-13 лет. Отличные результаты начала приносить инициатива, предложенная в Омской областной федерации бадминтона. По словам главного секретаря соревнований Елены Красновой, с 2019 года в турнире появилась детская категория для спортсменов 9-11 лет. В этом сезоне омская пара Михаил Федотов и Артем Рыбочкин вошла в число лидеров соревнования. У нас получилось, нашу идею подхватили другие города и теперь везде, практически везде, где проводится серия гран-при и проводится такой же турнир, как у нас. И хочу сказать, это пошло на пользу. Вот у нас есть юные спортсмены, которые поездив по этим турнирам, накатались, стали зарабатывать уже медали. То есть готовимся к первенству России. Свои достижения есть и у бадминтонистов из других регионов. По несколько золотых медалей завоевали спортсмены Челябинской, Новосибирской, Свердловской областей, Республики Башкортостан и Приморского края. Хороший зал с очень хорошим покрытием, в котором удобно перемещаться и удобно играть. Так, соперники достойные, поэтому все игры, нет легких игр. А с каждой тяжелой игрой ты в любом случае прокачиваешь свое мастерство. Поэтому лучше стал попадать по Улану, быстрее все делать. Ну, я, по крайней мере, так думаю. Лучше передвигаться, лучше увидеть площадку. Следующие два этапа соревнований пройдут в Перми и Уфе.